Средняя урожайность чуть более 5 центнеров с гектара. Валовый сбор порядка 220 тысяч тонн. Таковы итоги уборочной кампании зерновых культур, которая завершилась в Актюбинской области. Засушливые погодные условия текущего года и мизерное количество осадков внесли свою лепту. Урожай невысокий. Сейчас местные аграрии занимаются сбором картофеля. Также на стадии завершения уборочной работы на полях с масляничными культурами. Уборочная кампания для аграрии важнейший этап деятельности, который символизирует собой окончание трудового года. С весны до осени хлеборобы трудятся на полях, сильный зной, дождь и холод. Что касается общей урожайности зерновых культур, то этот показатель считается приемлемым лишь в некоторых районах. Необходимо отметить, что традиционно основная доля посевных площадей находится в четырех районах – Атикибийском, Каргалинском, Мартукском и Хромтауском. На эти районы приходится более 78% всех обрабатываемых наделов. Безусловно, самим о ком стоит Атикибийский район, на который приходится 28% всех площадей. Однако и там средняя урожайность низкая. На этих показателях сказались засушливая погода и нехватка влаги. Однако без хлеба регион точно не останется. Более того, предусмотрены объемы и на экспорт зерна. Скошено 427 тысячи гектаров зерновых культур. При средней урожайности 5,2 центра зерна собрано порядка 220 тысяч тонн зерна. Неплохие результаты для этого года показывают хозяйство Каргалинского района. Там где-то в среднем 8 выходит Мартукский район и Хромтауск район 5,6 центра. К сожалению, Атикибийский район из-за засухи, которая была как и в Кустанайской области, и в этом году урожайств там, конечно, чуть меньше было. В целом, для получения хороших результатов в растеневодстве важно применять современные агротехнологические методы. Фермеры успешно использовали нулевую технологию, которая актуальна за засушливый период. Также аграрии стараются лишний раз не рыхлить и не копошить землю. Важным аспектом является и обновление парка сельскохозяйственной техники. Оказывается, сельвостоваропроизводителям и немалая государственная поддержка. Субсидии к пресенциям хозяйствам были получены своевременно. Как мы и раньше говорили, 1,3 млрд выделено на субсидирование минеральных удобрений, пестицидов, семян и остальные виды. Практически на сегодня они уже все хозяйства получили. Там осталось некоторое по пестицидам. Мы сейчас работаем над тем, чтобы заново включили список. И в течение месяца-полутора мы оставшиеся субсидии полностью выплатим. Касательно дизельного топлива, также проблем не было. Дизельное топливо на осенние поливы работы выделено в объеме 8,5 тысяч тонн. Цена на протяжении всего уборочной компании составляла 167 тенге. Это, опять же, одна из низких по стране. Сейчас выборка ГСМ-работа также продолжается хозяйством. Каких-либо сложностей именно для сельхозформирования по обеспечению дизельного топлива на сегодня нет у нас. И если для зерносеющих формирование осенняя страда уже стала историей, то картофелеводы и овощеводы сейчас ведут уборку урожая. Фермеры занимаются важнейшей задачей – обеспечением продовольственной безопасности, чтобы в будущем на прилавках имелась местная экологически чистая продукция. По картофелям получается 6500 гектаров у нас. Вместе с учетом населения, там всех крестьян с хозяев 6500. И овощи порядка с овощебахчим около 5000 гектаров. Сейчас убираются поздние овощные культуры, скажем, как капуста, морковь. Это поздняя культура, светло. А вот уже более ранние культуры, они, конечно же, уборные. Картоп поздние сорта убираются. Это в основном у нас остались хозяйства в Желтавском сельском округе, здесь в Королевском, и частично здесь в пригородах Тюби. Хозяйство также продолжает работу. Прогноз погоды, в принципе, благоприятен. Даже и особых таких не ожидается. Я думаю, что уже на следующей неделе они полностью завершат уборку картофеля и овощей. В условиях рискованного земледелия многие октябрьские формирования проводят диверсификацию своих пассивных площадей. Сложные климатические условия не позволяют в полной мере получать урожай зерновых. Однако урожайность масличных культур на хорошем уровне. В частности, в текущем году значительно выросли площади засухоустойчивой культуры софлор. У нас по области сейчас ведет уборка по масличным культурам. Сложено около 40 тысяч гектаров, при том, что у нас засеяно 60 тысяч гектаров. Осталось меньше половины. Средний урожайность по масличным составляет у нас 5,5 сантиметра за гектар. Но опять же повторю, что есть отдельные хозяйства, которые, скажем, сеют гибридными семенами. Там урожайность, соответственно, в Мартузском районе, крупных хозяйствах, 100 родников агро. Там урожайность среднего выходит по 10-11 сантиметров ежедневно. В Хромтовском районе, в Ажарагре, там тоже где-то 7,8 сантиметров с хозяйствами выходит. В Каргалинском районе, там у нас есть тоже крупные хозяйства, Дилент. У него тоже урожайность выходит на уровне 8. К слову, всего в регионе в сфере растениеводства задействовано более 370 агроформирований. Николай Сырбов, Женадиль Сагиев, телеканал Актюбе.